Вопросы эффективности использования промышленных объектов – весьма важный вопрос. Поэтому здесь стоит обратить на это отдельное внимание, особенно в сфере того, что мы поговорим о цифровизации, о цифровой трансформации промышленных объектов в частности. Поэтому если мы посмотрим на промышленные объекты, то у эксплуатации на промышленных предприятиях существуют следующие виды потребностей. Они достаточно ограничены и весьма предсказуемы. Самое основное для службы эксплуатации – это нужно обеспечить прозрачность информации. То есть человек, персонал, сотрудник должен понимать, какой файл, какой объект, что под собой подразумевает. У него должны быть четкие понимания, что именно вот эта версия, именно этот файл позволит ему получить именно ту информацию, которую он запрашивал. Следующий момент – это обеспечение безопасности. И под безопасностью мы здесь понимаем, безусловно, что данные должны храниться внутри корпоративной структуры. Они не должны храниться где-то на зарубежных серверах и подпадать под санкционные режимы в дальнейшем. Поэтому это тоже очень важный вопрос. Третий момент – это сохранение передачи знаний по активу. Достаточно очень популярный момент, ввиду того, что наша промышленность активно развивалась в середине прошлого века. И очень большое количество предприятий промышленных – это как раз предприятия, которые были основаны в 40-х, 50-х годах. И документация по этим предприятиям, по активам, по оборудованию зачастую в состоянии еще каких-то синек, чертежей, нарисованных от руки на Кульмане и так далее. Соответственно, передача этих знаний очень важна, ввиду того, что даже несмотря на то, что мы цифровизацию делаем, но не всегда мы можем отладить процессы нужным образом, чтобы в последующем персоналу тому же самому передать информацию также актуальную. Но об этом чуть подальше. Соответственно, следующее – оптимизировать складские запасы. Это еще одна из потребностей службы эксплуатации. Соответственно, связана с тем, что зачастую, когда мы не имеем единого классификатора, единой базы знаний по объекту, мы приходим к тому, что одни проектировщики закладывают в проектах оборудование одного производителя, другие – другого. И в результате, когда мы приходим на промышленный объект, приходим к процессу закупки, мы получаем либо то, что закупаем громадное количество ассортамента всевозможного оборудования, либо же приходим к тому, что на этапе закупки принимают решение закупить оборудование, которое уже у нас есть, используется на предприятии, и тогда у нас происходит разночтение с проектной конструкторской рабочей документацией. И вот эти все моменты, они, безусловно, важны, и их нужно отслеживать, и потребность эксплуатации именно в том, чтобы эта информация была актуальна. Следующий момент, который у нас очень важен, стоит – это снижение трудозатрат. То есть, в принципе, вообще вопрос цифровизации, цифровой трансформации – это в первую очередь трансформация процессов, внедрение цифровых технологий с целью изменения существующих процессов, чтобы убрать все старое ненужное и внедрить новые технологии, заместить ими новые процессы и, соответственно, достичь более производительного результата. Здесь самое важное, действительно, не перемудрить, потому что многие процессы цифровизации приводят к задвоению. То есть, мы оставляем именно вопрос о том, что бумажный документооборот, допустим, тот же самый остается, и тут же параллельно с ним работает электронный. Это тоже большая проблема. Соответственно, сокращение простоя оборудования – это важный момент. В связи с этим направлением как раз используется всевозможное управление надежности, рискориентированные подходы до управления того, чтобы мы смогли правильно спрогнозировать поломки неисправности оборудования, смогли варьировать сроками эксплуатации, ремонта оборудования. И, соответственно, вот на этом мы могли повышать коэффициенты готовности оборудования, то есть, чтобы оборудование больше работало и меньше простаивало. Управление рисками. То есть, как раз я уже об этом сказал, то есть, мы, соответственно, следим, чтобы риски остановки неожиданной, то есть, ввести до минимума. Для этого есть определенный комплекс мероприятий, и служба эксплуатации постоянно, непрерывно в результате множества процедур, как, допустим, плановые осмотры, предупредительные ремонты, капитальные ремонты и так далее, вот, соответственно, оперируют вот этими рисками и снижают вероятность. Следующее улучшение планирования, да, то есть, соответственно, здесь вопрос в том, что, безусловно, если мы рассматриваем промышленное предприятие, то нам очень важно, чтобы, если мы запланировали остановку на капитальный ремонт раз в год, то, чтобы в этот срок было все готово, все доставлено, все люди присутствовали на площадке и оперативно выполнили весь тот объем работ, который запланировали, и не происходило простое. Зачастую возникает такая ситуация, что мы вроде как запланировали, на бумаге все хорошо, так сказать, ровно было на бумаге, забыли про овраги, и, соответственно, в конце концов получается то, что где-то кто-то что-то не успел сделать, и оврал все работают в две смены там в конце, и в конечном итоге не успевает выполнить работу. Вот, и, соответственно, повышение надежности, да, то есть, чтобы оборудование работало, и мы могли гарантированно знать, что мы получим те или иные результаты в конце нашего производственного цикла, да. Соответственно, потребности и связанные с ними проблемы. Проблемы, с которыми служба эксплуатации сталкивается, это, собственно, отсутствие достоверной информации по техническому состоянию. То есть, зачастую вся эта информация достаточно либо, а, субъективная, либо, б, она не совсем актуальна. Соответственно, для того, чтобы оперативно получить доступ к этой информации, мы должны проанализировать ее, собрать из нескольких источников. Зачастую у нас информация может быть актуальной, храниться локально на компьютере какого-то пользователя, обслуживающего персонала, который недавно ее осмотрел, внес себе в какой-то файл и так далее. То есть, как раз, когда мы говорим о цифровизации, мы рассматриваем вот эти вопросы, когда должно централизованное хранение данных быть, а не просто сканирование документов и хранение их локально в какой-то папочке. Соответственно, на предприятии проблема в том, что принципы работы и хранения информации тоже отсутствуют. Соответственно, мы можем сейчас сохранить, допустим, какой-то отчет либо какой-то документ, который мы разработали в какой-то папке, назвать ее, допустим, рабочие файлы от 2 декабря. А завтра, допустим, нам необходимо найти этот файл, и мы будем искать очень долгое время. 2 ли это декабря или 15 ноября это было, уже забудется. Поэтому проблема в том, что зачастую отчеты дублируются. То есть, если нам нужно оперативно какую-то информацию получить, и обладая этой информацией в уме, многие люди просто повторно проще сделать новый отчет, новую информацию выдать и подправить ее руководству. И таким образом у нас получается, что у нас был один отчет со своими цифрами, потом есть второй отчет, который в принципе похож на первый, но если присмотреться детально, отличается от предыдущего. Соответственно, здесь возникает проблема в том, что у нас вообще отсутствует такое понятие гарантированной актуальности документации, что зачастую при таком разрозненном подходе мы не можем гарантировать о том, что руководитель получил, допустим, ту информацию, которая 100% является актуальной. И зачастую у нас получаются даже такие моменты, что у нас даже есть на некоторых предприятиях специальные люди, которые собирают статистику с разных отделов, подразделений, собирают это в презентации, своеобразные люди-презентаторы. Основная цель которых это разработать красивую презентацию и подготовить красивый отчет для руководства. И, собственно, большую часть своего рабочего времени они как раз занимаются тем, что красивенько отчетки подформляют. Но и здесь уже говорить какой-то актуальности о том, что эта информация действительно достоверна, ну, мало вероятности. Вот. Соответственно, последствия. То есть ввиду этого у нас получается следующее, что решения, которые принимаются на предприятии, зачастую даже стратегические, они основываются на неполной и неактуальной информации. Зачастую это может действительно привести к большим проблемам, если мы смотрим в расчете на загрузку, на заключение каких-то долгосрочных договоров и так далее. То есть мы должны понимать о том, что у нас происходит сейчас с предприятием, достаточно актуально и в полной мере. Не на красивых красочных отчетах, а именно по факту. Вот. Соответственно, колоссальные временные затраты на поиск информации. Это действительно пункт очень важный, потому что на самом деле временные затраты, они относятся не к прямым затратам, а вроде как к косвенным затратам. Поэтому, в принципе, когда мы начинаем обосновывать эффективность любого IT-проекта, мы зачастую, самое простое, мы говорим о том, что вот, ребята, вы сейчас ищите, допустим, 15 часов эту информацию или вы выполняете этот отчет в течение суток, да, вы сейчас будете его получать в течение 10-15 минут, и вот это ваша упущенная прибыль, экономия и так далее. Безусловно, этот момент присутствует, и на промышленных предприятиях это очень большая проблема, в том, что когда мы даже начинаем внедрение каких-то IT-проектов, поддержку от самого заказчика, можно сказать, даже от самих вот этих служб получить достаточно проблематично, в связи с тем, что у нас политика вот этих инвестиционных проектов построена именно на основе количественных показателей, то есть, если мы показываем, что количество времени сократилось, то мы должны уволить то количество сотрудников, которые мы вроде как высвободили, да, то есть, мы не рассматриваем это как в комплексе, что этот человек начнет работать более качественно, более правильно выполнять свою работу и не отвлекаться уже на мелочи, на поиск информации, а будет непосредственно заниматься обслуживанием, вот именно в моменте, когда мы начинаем рассматривать какую-то окупаемость какого-то проекта, мы смотрим именно, ну, мы, люди, принимающие решения, смотрят именно на цифры, да, то есть, мы должны уволить такое-то количество людей, и это на самом деле большая проблема, потому что с таким подходом на самом деле революционные решения не достигаются, вот. Следующий момент, да, то есть, руководитель работает не с фактической, а с субъективной информацией, да, то есть, когда информация у нас собирается через файлики Excel, через даже дашборды всевозможные, ну, если они не автоматизированы, да, соответственно, он работает уже через призму своих руководителей, то есть, руководитель предприятия, предприятие получает информацию от начальников, каждый из начальников со своей стороны накрутил какую-то свою хорошую там мину, и, соответственно, последствия для руководителя, в принципе, все красиво, все хорошо, и факт для него может быть даже и недоступен, вот. И, соответственно, вот, как я уже сказал, да, сильное влияние человеческого фактора на формирование этих отчетов присутствует. Вот, и, соответственно, здесь возникает момент, да, то есть, что на самом деле сейчас происходит в промышленных предприятиях, на самом деле, несмотря на то, что мы считаем, что активами мы управляем, но для того, чтобы достичь действительно реальной экономической эффективности в производстве, в промышленности, и говорить о какой-то цифровой трансформации, действительно активами нужно управлять, вот. Но сейчас мы активами управляем, можно сказать, только на словах, а в деле не всегда гарантируем то, что мы знаем, что на самом деле происходит. Вот, и, соответственно, эффективно управлять активами можно с использованием цифровых информационных моделей, то есть, это, по сути, следующий виток, да, то есть, когда мы говорим о том, что мы обладаем математикой, мы обладаем какими-то статистическими данными, мы обладаем всевозможными системами и МЕС и так далее, но цифровая информационная модель – это та модель, которая, в принципе, призвана объединить всю эту информацию по предприятию и структурировать ее правильно, да. И, соответственно, здесь следующий вопрос, да, что такое информационная модель? У нас есть соответствующие в законодательстве СП, в котором написан вот такой термин. Здесь самое основное в этом термине, что это объектно-ориентированная параметрическая 3D-модель. И вот это, на самом деле, самое основное. И самое, для чего эта модель нужна, она нужна для того, чтобы решать прикладные задачи промышленного производства. То есть, когда мы говорим о том, что проектировщики, допустим, разработали трехмерную модель, выполнили проект с использованием BIM-технологий трехмерных, все хорошо, все здорово, но это еще не цифровая информационная модель. Это, по сути дела, информационная модель, которая нужна для проектировщиков. Она не представляет абсолютно никакой ценности для промышленной эксплуатации, ввиду того, что если ее не поддерживать и не работать с ней, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, то эта информация очень устаревает, и через некоторое время ее можно просто выкинуть и уже с ней работать невозможно будет. Соответственно, к чему же нужно стремиться? Соответственно, здесь нужно понимать, для чего мы хотим использовать цифровые модели, для чего нам вообще цифровая трансформация, цифровые активы и вообще вот эта вот вся идея цифровизации нужна. Зачастую люди, ну, руководители проектов и руководители предприятий, когда говорят, да, вот мы хотим попробовать внедрить пилотные проекты, все хорошо, но зачастую не понимая, для чего это им нужно. И проблемы начинаются действительно с того, что создавая какую-то модель, не понимая конечной цели, в каком-то маленьком участке на пилотном проекте, они в конечном итоге получают обычную трехмерную картинку, которая имеет какие-то данные, которые не имеют заказчика, и, в общем, такие проекты обычно заканчиваются провалом и достигают своей цели. Соответственно, когда мы говорим о цифровой информационной модели, то какая она должна быть из себя? То есть это должна быть простая, надежная в использовании система. Эта система должна объединять всю информацию в единую базу данных. Она должна позволять пользователю оперативно получать информацию как в бумажном виде, так и к трехмерному виду. Она должна хранить актуальную информацию по всему цифровому активу и накапливать знания об объекте. То есть накапливать знания – это самое важное, как я уже сказал. То есть у нас не должны быть на предприятии незаменимые люди, незаменимые сотрудники, которые обладают той информацией, которую не знает никто другой на объекте. И здесь я выставил вот эту картинку, то есть это из известного фильма «Аватар». На мой взгляд, на самом деле, еще в 2010 году была правильно показана идея ЦИМа, именно, можно даже сказать, четвертой промышленной революции в промышленности, вот если его трансформировать именно на промышленность. Потому что именно так и должна происходить обратная связь и связь между промышленностью и сотрудниками. Когда они подключаются к этому дереву Эйва, они создают единый организм, единое информационное пространство и совместно, по сути дела, принимают решения о том, что нужно делать, как поступать, куда нужно идти, где какие проблемы возникают. Соответственно, я думаю, что в дальнейшем что-то вот такое, когда мы говорим об этих технологиях, о этих сетях кучи хранилищ, вот это вот должно быть представлено в каком-то визуально таком виде. Соответственно, цифровая информационная модель. Когда мы говорим о цифровой информационной модели, то ее образно можно представить в следующем виде. То есть самое основное, из чего она состоит, да, это собственно сама трехмерная модель, вот, собственно, объектная модель и собственно всевозможная документация, проектная, исполнительная документация, эксплуатационная документация, всевозможные нормативные документы, которые используются для работы с данной информационной модели, с активами и так далее. Статистика работы оборудования. То есть это то, когда она ремонтировалась, когда происходили остановки, на что, какие запчасти заменялись, на что они были заменены, кто производил ремонт. То есть вот эта вот вся информация, она должна храниться в единой системе. И помимо всего прочего, когда мы говорим о именно цифровой информационной модели, да, мы должны понимать, что она не одна сама по себе, она должна объединять в себе, помимо вот этой вот трехмерной модели и объектной модели, еще и производственную математическую модель. Когда мы говорим о потоке, о балансах, когда мы, финансово-экономическая модель, когда мы говорим о поступлении, выбытие, о планах продаж и так далее. Физическая модель, когда мы говорим о физике процессов, химии процессов. Здесь должны быть завязаны алгоритмы, когда мы видим определенные действия в системе, и мы должны понимать, система должна понимать, информационная модель должна понимать, как с этой системой, как с этой ситуацией работать. То есть это своеобразная вот именно подсказка человеку. И подсказывать мы знаем можно только в том случае, если мы всю информацию собрали, если мы знаем, что можно сделать. В таких ситуациях мы можем, собственно, объективно и правильно делать какие-то предположения и помощь именно персоналу. Соответственно, фундамент, на чем строятся вот эти информационные модели, это, безусловно, это наши МЕС-системы, ERP-системы, это всевозможные АСУТП, вот, и прочие системы, предприятия, которые запитывают ее данными, и с которыми она должна быть синтегрирована, и которые предоставляют ей статистическую информацию. Никакая цифровая революция, никакая цифровая трансформация невозможна без статистики. И проблема в том, что у нас на самом деле ни на одном промышленном предприятии нет должной статистики, потому что мы говорим о том, что у нас, допустим, цифровизация АСУТП, ну, когда мы говорим о третьей промышленной революции, мы говорим о том, что это же мы перешли в эру контроллеров и, по сути дела, вот как раз работаем и управляем предприятиями с использованием структурированных именно сетей контроллеров, объединенных в сеть контроллеров. Но зачастую, когда мы смотрим по факту на промышленные предприятия, только единицы предприятий полностью автоматизированы. Большая часть предприятий имеет только верхний, ну, можно сказать, не совсем, если в терминологии верхний уровень не совсем правильно будет, потому что весь АСУТП является верхним уровнем. То есть только основные процессы на предприятии автоматизированы. Большая часть работы – это ручной труд и, соответственно, какая-то статистика здесь тоже очень сложна. Поэтому вот здесь переход вот к этой вот революции, он как раз тоже весьма такой вот сложный, ведущий вот этой вот информации. Поэтому зачастую, может быть, используются, когда физические, химические модели, когда математические модели используются, они в своем роде могут посредством косвенных признаков частично заменить автоматику. Но, безусловно, если у нас загрузка сырья происходит через человека, которому написано, допустим, в техпроцессе положить 10 килограммов сырья, он положил 15, то никакая автоматика, никакая цифровизация, математическая модель, в принципе, не поможет в автоматизации и цифровизации. То есть мы в результате регламент нарушим. Вот, поэтому и пойдем дальше, то есть, собственно, процессы, то есть самое основное, для чего нужна эта информационная модель, то есть мы объединили всю эту информацию, мы знаем алгоритмы, мы знаем все математические модели, все документы у нас соединены, данные, статистика у нас есть, и теперь вот это все нужно встроить в рабочие процессы промышленных предприятий. То есть, по сути дела, мы должны встроить в то, что сейчас связано с людьми, то есть это управление надежностью, то есть у нас люди начинают управлять надежностью, используя уже информацию этой цифровой модели и в обратную связь, выдавая информацию как раз в эту цифровую модель. Это всевозможные рискориентированные подходы, это календарное ресурсное планирование, это управление новым строительством, управление энергохозяйством или, допустим, там выдача на ряд допусков, да, то есть вплоть до того, что мы можем, допустим, взять два или три каких-то вида работ, которые взаимоисключающие, разместить их в системе, и система об этом скажет, да, то есть если у нас нет информации о том, что это оборудование находится на предельном расстоянии друг от друга, то никакая другая система нам не отсигнализирует вот эту коллизию. Соответственно, с использованием информационной модели мы уже эту информацию получим, да. Соответственно, здесь возникает ситуация, да, то есть для того, чтобы работать с информационной моделью, мало иметь просто трехмерную модель, там ERP-систему, там МИС и так далее, нужна система, нужно решение, которое бы объединяло все эти системы, можно сказать, в единое окно, да, которое позволяло бы управлять именно информационными моделями и выстраивать бизнес-процессы предприятия с использованием информационных моделей. Вот, соответственно, мы со своей стороны от компании Beam Master как раз разработали такую систему, называется она Beam Master, и, соответственно, вот некоторые скриншоты этой системы, да, показаны. Это, допустим, та же самая информация о том, как загружать документацию, да, то есть возможность просмотра этой документации, версионирования этой документации, да, то есть мы можем уже не переживать о том, что мы создали какой-то файл, у нас произошло изменение, обновление, и у нас эта информация разрознена, вся информация будет храниться в сети внутри защищенной промышленного предприятия. Она будет версионироваться, любую версию мы можем посмотреть, удалить ее может только администратор. Соответственно, на любой объект промышленный у нас создается, помимо всего прочего, объектная модель, то есть это вся структура предприятия, по сути, если мы берем в терминах САП, да, то есть технологические места, вот, они все отражены также, они связаны, помимо всего прочего, с документацией, с трехмерной моделью при необходимости, они связаны со структурой, с зоной обслуживания и так далее. Таким образом, мы вот когда подходим к реализации промышленных вот таких вот объектов, внедрение именно информационных моделей, цифровых паспортов на промышленные объекты, соответственно, мы внедряем комплексно системы, и вот в частности, вот здесь показан пример того, что мы разработали для одного из наших заказчиков, то есть это система, то есть это модель информационная, высокодетальная модель, которая состоит из более чем 500 тысяч деталей, то есть здесь информация вплоть до шпилек, гаек, прокладок всевозможных, то есть это выполненная один к одному система, но тем не менее она не просто картинка, она соединена с информационными системами предприятия, она соединена с документацией, она соединена с процессами и как раз со службой эксплуатации. И таким образом, постоянно, оперативно, на этапе эксплуатации, на этапе жизненного цикла она пополняется исходными данными. Вот, соответственно, вот пример тоже того, как выглядит объектно-ориентированная параметрическая 3D-модель, то есть справа у нас структура, слева у нас информация по объекту, параметры его, дальше у нас получается, то есть мы при выборе какого-то нашего объекта, то есть можем увидеть всю привязанную документацию к этому объекту и перейти, собственно, из этого объекта в объектную модель. Вот, и сейчас я немножко расскажу, время еще остается, я немножко расскажу про примеры использования нашей системы, то есть это, допустим, такой пример использования достаточно активный, это использование быстрого поиска технологических, допустим, трубопроводов, либо электрокабеля, когда мы можем просто задать в поиске название кабеля, трубы, и она нам находится как в объектной модели, так и в трехмерной модели, мы можем увидеть визуально, где она проходит, как она проходит, и таким образом оперативно, допустим, изолировать этот объект и принять какие-то действия для его ремонта, эксплуатации, обслуживания и так далее. Вот, допустим, вот тоже типичный кейс, да, то есть когда нам нужно увидеть подземные коммуникации на промышленном предприятии, когда мы тоже знаем, допустим, что вот в этом моменте увидели, что происходит утечка какой-то жидкости, да, соответственно, открыв модель, мы можем оперативно увидеть, что за жидкость у нас утекает, где, собственно, ее оперативно отключить, вот, и что, где нужно копать, чтобы не повредить что-то другое, да, это самые основные ключевые моменты на промышленном объекте, которые нужно постоянно держать в голове, и обладая даже детальным генпланом, не всегда мы можем быстро, оперативно решить эту информацию, потому что даже доступ к генплану может занимать до суток на некоторых промышленных предприятиях. Вот, проведение ремонтных работ мы также можем использовать информационные модели, это вот тоже один из наших рабочих примеров, когда, собственно, мы можем обсчитать объемы, выстроить площади, узнать, где какие высоты, длинные и так далее, и заложить эту информацию уже непосредственно в сметные работы, не примерно плюс-минус, там, 5-6 метров, а вот детально, с точностью, да, определенного значения, да, то есть визуализация технологического потока, это, собственно, здесь информация о маршруте потока, и здесь справа у нас показан матбаланс, это у нас, собственно, объединение математического моделирования с, по сути дела, реальным технологическим процессом, когда мы с помощью математических моделей спрогнозировали, что должно быть такое-то количество драгметаллов, допустим, содержаться в таком-то количестве оборудования на входе и выходе, и в дальнейшем мы проверяем эту гипотезу, и в зависимости от ситуации мы отправляем определенные уточнения на пересчет, да, то есть мы таким образом еще и обучаем ее, эту математическую модель в зависимости от разных ситуаций. Вот, следующее, да, то есть, соответственно, для главного технолога тоже достаточно полезная ситуация, когда мы можем оперативно увидеть и матбаланс, по сути дела, ту же самую информацию по МЕСу, что у нас есть, но достаточно в таком визуальном виде, и с учетом того, что с этого можно еще задать, не просто посмотреть информацию, как мы в системе обычно видим, а еще задать какие-то там замечания и запустить какие-то процессы отсюда еще в этом самая прелесть заключается. Соответственно, для главного энергетика службы, да, то есть, как вот я уже показал, да, то есть у нас есть, собственно, большая, самая большая проблема на любом промышленном предприятии, это электрики, СУТП, это КИП, метрологи, да, соответственно, это те люди, которым вот информационные модели в промышленности, ну, просто крайне необходимы, основываясь на том опыте общения с промышленными предприятиями, что есть, это прямо вот самые люди, которые в этом больше всего заинтересованы, но и это самая большая проблемная часть. И вот мы сейчас в текущий момент решаем вот работу с ними, предлагаем им достаточно такие вот интересные решения, как можно упростить работу именно службы главного энергетика и именно службы метрологии. Вот, соответственно, да, то есть вот, собственно, обычный простой пример, самый из этого направления, да, это когда мы имеем, выделяем, допустим, щит какой-то и видим, какое оборудование к этому щиту подключено, и видим трассу, к которому оно подключено, да, то есть очень удобно, визуально и понятно. Зачастую, если мы смотрим по промышленному предприятию, да, то зачастую актуальная однолинейная схема содержится только где-то в щитовой, либо в лучшем случае копия содержится у главного энергетика, но на сервере где-то еще в цифровом виде она очень редко, на каких предприятиях актуальная есть. И в связи с этим зачастую происходят очень достаточно часто оперативные переподключения, да, то есть мы часть оборудования, особенно силового, переподключили с одной ячейки на другую, перекинули, и вот эту информацию нужно оперативно отразить на этих схемах, соответственно, для этого нужно целые процессы запускать, хотя процессы на предприятии не отработаны. И вот мы со своей стороны пытаемся как раз решить вот эту задачу, помочь промышленным предприятиям именно вот частичные вот эти вот задачи решить, чтобы повысить оперативность, оперативность принятия решений. Вот. И, собственно, вот здесь небольшое краткое видео, да, того, собственно, как система работает, то есть скрины я уже показал. Вот. Это, собственно, наша объектная модель. Здесь высокодетально расписан цифровой, по сути дела, паспорт. Это полностью оцифрованный паспорт предприятия, несколько сот тысяч позиций. Это, собственно, вся документация по оборудованию собрана в едином месте. Это чертежи, конструкторская документация, паспорта объекта, всевозможные акты, протоколы и так далее. Вот. А здесь есть возможность также, да, то есть вот у нас структурирована информация по объекту. Мы можем с использованием всевозможных фильтров выгружать информацию в отчеты. Мы можем с этими отчетами в дальнейшем работать, как привыкли по старинке, да, с использованием Excel, либо же использовать аналитические отчеты в виде Power BI, либо встроенные дэшборты. Вот. Соответственно, также мы можем выбрать какую-то часть структуры, допустим, вот насос наш 704, мы его выбрали, мы узнали всю информацию по нему, какие там паспорта, какие кабели к нему подключены, какие задвижки есть питающие, какие клеммные коробки. Соответственно, вся документация по объекту также привязана. Вот. Соответственно, обслуживать такую установку становится в разы быстрее и проще. Когда встает вопрос о том, чтобы провести какой-то ремонт и так далее, то есть зачастую тоже проблема о том, что мы не знаем, какие там прокладки используются. И зачастую приходит к тому, что мы, придя на объект, разбираем первоначальное оборудование, смотрим, что там внутри находится, и потом идем на склад и получаем, что нам нужно. Ну, соответственно, это все время оборудование простаивает. И вот, говоря уже о том, что мы повышаем коэффициент готовности, мы как раз говорим уже, вот этот фактор позволяет повысить коэффициент готовности. Когда мы приходим на ремонт, уже зная, что какие запчасти использовать, какую информацию. Вот, а здесь, собственно, также вот показана у нас информация по использованию размеров. Вот здесь мы можем также увидеть сварные швы по трубопроводам. И, допустим, мы можем замерить информацию между двумя там сварными швами. Вот, вообще посчитать количество сварных швов в трубопроводе, посмотреть там диаметры. Если мы хотим их проверить, так это, в принципе, информация по диаметрам содержится параметрически. У нас, собственно, вот это ключевые моменты, которые я хотел в своем докладе рассказать. На самом деле, рассказывать можно долго, но ограничусь пока вот этой информацией. Спасибо, коллеги. Спасибо.